Футболисты Гомеля продолжают серию товарищеских матчей в текущем межсезонье. На минувшей неделе команда Владимира Журавеля сыграла дома в ничью с Оршей, а на выезде разгромила Белшину. Но обо всем по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, более того, пропустили в свои ворота. Конечно, не обязательно этот гол, но было интересно посмотреть со стороны, как отреагирует команда, которая вышла после перерыва. После перерыва на площадку гомельчан вышли игроки, которые находятся ближе к основному составу команды. И развитие событий в матче пошло по другому сценарию. Напряженно было уже возле ворот соперников. Один из моментов логически завершился голом. Мяч на свой счет записал Дмитрий Гомза. К слову, молодой нападающий вышел на этот матч, уже имея контракт с Гомелем. В целом, второй тайм зелено-белый провели активно и по-спортивному агрессивно. Но чтобы вырвать победу, банально не хватило времени. Итоговый счет 1-1. После матча главком Гомеля Владимир Журавель добавил, выступать в сезоне будем с теми, кто уже есть. Подписная кампания у клуба закончена. И нет тех ребят, которые могли бы реально усилить. Во-вторых, есть определенные условия, в которых мы работаем. И на сегодня Теслюк Алексей оформил отношения с клубом. Поэтому, я думаю, это уже у нас окончательно. Плюсновик мы ждем. Проперировали колено. Должен скоро вернуться в строй Гнатенко. То есть, достаточное количество и качество здесь соответствует нам достаточно. Следующим спарринг-партнером Гомеля был дубль Белшины. На выезде гомельчане не оставили сопернику ни единого шанса, разгромив со счетом 4-0. Также в планах у нашей команды провести товарищеские матчи со Смолевичами и Осиповичами. Субтитры подогнал «Симон»